В этом уроке я расскажу о том, как персонализировать интерфейс Lightroom. Весь интерфейс этой программы можно так немножко подстраивать под себя, как вам удобнее, так и делать. И в частности, есть такая вещь, как личная подпись здесь. Она будет появляться вместо вот этой стандартной плашки, адобовской. Её можно использовать не только для красоты, но и в модулях слайд-шоу, принт и веб. Она тоже может быть использована. Там всегда есть какие-нибудь галочки, где вы можете включить сохранённую identity plate, вот эту личную подпись. Настроить её, как-нибудь сделать и сохранить. Можно в меню Edit и внизу тут такая строчка Identity Plate Setup. Щёлкаем, влетает такая надпись. Если вы не видите правой стороны от этого окна, то значит вам нужно нажать вот эту кнопку. Она показывает детали или прячет. Ну, включить использование вообще Identity Plate нужно вот здесь вот. И если у вас есть уже сохранённые личные подписи, их можно выбрать в этом выпадающем списке. Если нет, то нажимаете Custom и пишите здесь любое слово. И можно выбрать шрифт, начертание, размер шрифта и цвет. При щёлканье на эту плашечку вылетает системный Color Picker, в котором можно выбрать цвет шрифта. То есть как бы такой маленький текстовый редактор, который позволяет вам набрать какой-нибудь красивый текст. И также можно использовать уже готовую графическую и идентификационную такую плашечку. Когда вы нажимаете на эту галочку, Lightroom вам сообщает, что лучше не использовать изображение, которое имеет больше 57 пикселей по высоте, чтобы оно вошло вот сюда, в это пространство. И что вы можете просто перетащить на это поле свою идентификационную плашечку. Вот у меня PNG есть файлик. Я его тащу. Бат, всё встало и работает. Для identity plate можно использовать чпек, тиф, psd, png, pdf и gif. И эти файлы могут содержать прозрачность, она будет нормально работать. Но в чпек прозрачность, конечно, не предусмотрена уже по условиям своего, с самого формата. Также можно подстроить под вот эту identity plate правую сторону верхней части интерфейса Lightroom, где находится модуль пикер. Можно выбрать похожий или точно такой же шрифт, который вы использовали при создании своей плашки. Начертание, то есть всё то же самое, что здесь. Размер шрифта и цвет подсвеченной, подсвеченной области. То есть тот модуль, который выбран, будет отображаться этим цветом. И цвет невыбранного модуля. Когда вы всё это сделали, вы можете сохранить вашу идентификационную плашку, набрав здесь какое-нибудь имя, нажав Save. И после этого она появится в этом выпадающем списке. И она появится не только здесь, но и в модулях слайд-шоу, принт и веб. И теперь немного о том, как изменить остальную часть интерфейса Lightroom. Не то, чтобы его можно изменить резко, как-то кардинально, но немножко подстроить под свой вкус. Возможности есть. И сделать это можно в Minimum Edit, выбрав строчку Preferences настройки. Здесь закладка Интерфейс нам нужна. И вот эта верхняя кнопка, она отвечает за знак конца панели. Вот этот вот, Panel and Mark. Здесь можно выбрать какой-то знак из тех, которые идут вместе с Lightroom. Там Atom, например. Видите, он сразу изменяется. Или щёлкнув на последней строчке этого выпадающего списка. Go to Panel and Marks Folder. Мы попадаем в проводник, в котором выделена папка, открыв которую. И поместив туда свои собственные, собственного изготовления иконки в формате PNG. Мы заставляем их появляться в этом выпадающем списке после тех иконок, которые идут в комплекте. Вот я туда положил иконку с этим именем, Favicon SVcom, светлая комната. Она здесь появилась, я её могу выбрать, и она появляется на своём месте в интерфейсе. Далее идёт кнопка выбора размера шрифта, который используется на этих панелях. То есть выбор тут невелик, маленький и большой шрифт. Имейте в виду, что если вы выберете большой шрифт, панели станут шире и меньше останется места для фотографии самой. Дальше идёт кнопка, которая отвечает за степень затемнения интерфейса, когда вы нажимаете на клавишу L, чтобы сосредоточить своё внимание на фотографии. То есть вот сейчас стоит 50, я вам покажу, что это значит. Нажимаете L и интерфейс затемняется, давая вам возможность придать больше внимания вашей фотографии. Нажимаете ещё раз, он становится совсем чёрным. И вот на той кнопке можно выбрать степень вот этого вот затемнения. Также там под ней будет кнопка, в которой можно выбрать цвет затемнения. То есть вот этот цвет. Цвет можно выбрать от белого до чёрного. То есть светло-серый, серый, тёмно-серый и чёрный. Дальше кнопка, с помощью которой можно выбрать цвет вот этого вот фона за фотографией, бэкграунд. И есть возможность, кнопка под этой кнопкой наложить текстуру, но она только одна. И выбор всего состоит из того, что вы можете использовать вот эту одну текстуру, которую в виде таких мелких полосочек, либо её не использовать. Дальше идут 4 чекбокса, которые относятся к панели Filmstrip. Вот этой, которая похожа на плёнку. Show Rating and Picks in Filmstrip, это, если вы отметите этот чекбокс, у вас будут показываться иконки рейтинга и иконки пиков. Это средство каталогизации в Lightroom, средство как бы выделить фотографии особым образом. Какие-то пики и рейтинги. Они будут показываться в виде иконок. То есть это удобно, лучше все эти опции поставить, отметить, чтобы они были. А Show Photos and Navigator, он мало слова. Это имеется в виду, что вот в этом окне навигатора, где показывается более крупная иконка фотографии, будет показываться иконка той фотографии, на которой вы просто навели курсор в панели Filmstrip. Сейчас это не показывается, потому что у меня открытое окно. И вот эти два чекбокса относятся к появлению различных таких значков, которые позволяют, либо щелчок на них позволяет что-то сделать, об этом речь пойдёт немножко позже в следующих уроках, либо они просто дают нам информацию. То есть различные маленькие иконочки появляются в панели Filmstrip на иконках фотографии. Лучше, на мой взгляд, все эти опции отметить. Далее идут твики. Zoom Clickpoint to Santa. Это имеется в виду такая вещь. Вот сейчас эта опция включена, я вам покажу, что это значит. Если вы щелкаете в какой-то области фотографии, она при увеличении будет помещена в центр. Вот я щелкаю на вот этой, хочу узнать, что там такое белое. Оно помещается в центр. И последняя опция. Кстати, она на Mac изменяется. И на Mac вместо использования системного сглаживания шрифтов предлагается использовать типографический стиль дроби. То есть, я сейчас просто покажу вам картинку. Вот если вы будете использовать этот типографический стиль, у вас вместо вот такого вида дроби будет использован такой. То есть, как бы опускается вторая часть дроби. Но это только для Mac работает. А на Windows предлагается использовать системное сглаживание для шрифтов. Еще скажу, что до этой иконки можно добраться не только, как мы только что делали, но и по правому щелчку на этой области. И выбрать контекстное меню Panel & Mac. И вы попадаете в такой же самый список, какой был на той верхней кнопке в том окне, который мы только что рассматривали. Все, жду вас на следующих уроках. Удачи вам!